Всем привет! Это снова Лёфер. Спасибо тем, кто досмотрел мой обзорный ролик про ЦУЁК до конца. 30 минут моё болтом не выезжать довольно непросто, поэтому мы немного изменим формат видео про эти воблеры, будем рассказывать о каких-то конкретных моделях, ну, соответственно, времени это тоже будет занимать поменьше. Сегодня поговорим про Гаган, так как это в всей линейке ЦУЁК, мне кажется, самый необычный воблер по форме, по поведению, и про него больше всего вопросов поступают в комментарии, в личную почту на форумах и так далее. Выглядит всё это дело вот так. Есть у ЦУЁК два вида этих воблеров, по размеру они не отличаются, 95 размер оба, но отличаются по плавучести. Значит, есть плавающая модель, есть модель суспендер. Соответственно, вес плавающего 12,5 грамм, вес суспендера 13,5 грамм. По заглублению примерно одинаково, значит, до полуметра. 0,3-0,5 метра заявлено. Крючки стоят также в ВНЦ, отличные крючочки, не прогинаются так особо острые. Воблер очень неплохо ведёт себя в воде, поэтому разговаривать особо не буду, лучше прицеплю его на снасть и покажу, как она всё это дело играет, ведёт себя в воде непосредственно. Приступим к пулевым испытаниям. 95 гагана плавающего. Снасть у нас сегодня погрубее, чем в прошлый раз. Унцовый хлыст, 0,2 плеть, поводок. Ну, всё как в реальных условиях реальной ловли. Здесь небольшой у меня тестовый полигончик, прудик глубиной где-то полметра. Вот, в принципе, гагану хватит, трава начинает расти. В общем, всё как в настоящей рыбалке. Только рыбы не будет. Ну, пока, во всяком случае. Значит, буду проводить гаган разными способами. Начну с равномерной проводки, потом посмотрим, что может на твичах-дёргах. Так, равномерно. Чем быстрее подматываю, тем больше гаган заглубляется. Да, вот уже начинает цеплять траву. В принципе, здесь полметра и с травой. Что характерно, даже наматывая на себя траву, гаган не перестаёт играть. И вот, в принципе, за это он мне нравится. Посмотрим, что у нас будет с твичем, с лёгкими дёргами, подтяжками по моим прошлым наблюдениям. Это всё должно очень хорошо уходить по сторонам и иногда даже выныривать из воды. Кстати, вот да, всплывает не так быстро, хоть и плавающей пробкой не является. Чем, кстати, резче рывки, тем глубже погружаются в воду. Но на свои 0305, конечно же, выходит. Кстати, можно чередовать стили проводки на одном забросе. Например, какой-нибудь перспективный участок равномерно обловить. А потом уже применять твич и рывки. Поехали. 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 Кстати, на свой рабочий горизонт при равномерной проводке выходит довольно быстро. То есть, где-то 3-4 оборота катушки и уже вот как раз эти полметра есть. Да, по мелководью. Отличный воблерок. Это была версия F, плавающая. Сейчас прицепим и потестим суспендера. Продолжаем разговаривать про 95-й Гаган. На этот раз про версию SPN. То есть, суспендер. Он на 1 грамм тяжелее от плавающего. 12,5 и 13,5. Соответственно, посмотрим, насколько это дает какие-то преимущества. Суспендеры перед плавающей версией. Ну, конечно, как обычно, суспендер должен чуть дольше задержаться в воде, либо там зависать в толще. Ну, возможно, поводок его как-то вот будет чуть-чуть тонуть, заставлять. Проверим. По отработанной схеме уже будем действовать. Пара забросов равномерной проводки. И потом твич, дёрги, подтяжки. Да, вот с поводком он сразу в толще воды, оказывается, и зависает там. Да, честный, честный суспендер, я бы сказал. Хорошо, что я взял всё-таки зелёного. Иначе, наверное, на видео это было бы не так заметно. Да, вот он прям приводняется, чуть-чуть медленно тонет. И вот его можно провести уже в толще воды. Горизонт, кстати, да, тоже такой же. До полуметра. Может быть, даже и чуть побольше. Единственное, что здесь нет глубины больше 0,5. А так вот я вижу, он сразу по дну начинает цеплять траву. Отлично. Отличный воблер, да, суспендер, даже с поводком. Он медленно-медленно тонет, в зависимости от того, куда я его дёрну хлыстом. Равномерная проводка. Всё супер, играет. Боками сверкает. Кислоту видно издалека. Либо вот равномерно ускорено. Вот, кстати, по поводу суспендера, да, с поводком. Ну, чуть-чуть медленно тонет. Ну, в принципе, без поводка, скорее всего, честный прям суспендер. Мне в любом случае нравится по каким-то таким местам, где рыба стоит локально и не хочет двигаться. Чем дольше воблер будет находиться в поле зрения, тем вероятность того, что его скушают, увеличивается. А этого нам, собственно, и надо. Мы этого и добиваемся. Так, теперь давайте потвичим его. Или будем проводить его подтяжками. Твичить и этот, и эвку можно по-разному. Кто-то там несколько рывков, одинарными рывками, хаотично, так называем. То есть, вот, как хочу, так и дергаю. Ну, либо с какой-то системы. Ну, вот, на одиночных разворачивается даже на 90 градусов. Выныривает, когда довольно близко от меня уже находится. Кульбиты такие, да. Гаган шикарен. По мелководью, по каким-то зарослям, траве. Ну, пускай будет серия подтяжек, да. Играет отлично. Вот, я говорю, да, выныривает уже. Кстати, вот эти вот выныривания чем-то напоминают мне Бэнт Миноу. Которого я с успехом... Копию которого я с успехом использую на одном своем озерце. Вот, кстати, Гаган 95-й, SP и F. составит, ну, не конкуренцию, а дополнение, скажем так, к копии Бэнта Кривульки, так называемой, которую я ловлю щуку, ну, примерно в таких же условиях. Так, вот, я с gem этой пятой companies регальности. В этом всё. До конкурса. Копия Бэнт, да. non DVD. Так. в общем отличный убирок от Сиоки Гаган необычный я думаю займет достойное место в коробке и коллекции щуколовов настало время подвести некоторые итоги сегодня потестил на полигончике небольшом Вобер Гаган от Сиоки 95 размера плавающий суспендер в принципе Вобер мне понравился по форме, по игре интересный буратинка в щучу коробку положил непосредственно по рыбе проверим если будут какие-то результаты вы конечно же о них узнаете что хотелось сказать еще в заключении просьба оставлять какие-то свои комментарии пожелания под этим видео можно сказать какие Воберы из Сиоки вам еще интересно я постараюсь учесть ваши пожелания и сделать на них обзоры ну и конечно можно чего-нибудь проголосовать за это видео за всем будем прощаться всем пока не хвастаньте шеи